Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам о том, почему Россия практически официально угрожает убийством всем основным русским писателям современности. Совершенно новая история, если не считать времена большевистского террора. И угрозы этой звучат практически официально со стороны российского руководства, в частности от бывшего зиц президента Дмитрия Медведева, который сейчас там фактически лет 15 последних выполняет роль такого себе трубного гласа или трубного гласа, который все время что-то там возвещает мысли Кремля, который Кремль стыдится или стесняется сам официально озвучиться. Приблизительно та же, кстати говоря, роль и у Соловьева. Такие две эксклюзивные фигуры в распространении вот этих угроз, плевков и расплеваний в разные стороны кремлевских. И вот буквально вчера этот самый зиц президент бывшей России рассказал о том, как Россия готовится убить писателей. Вот в частности, что он написал. И новая совсем еще молодая поросль разнообразных выродков, это он российская оппозиция, которая на себя нацепила униформу, дальше идет обзывательство национальное украинцев, чтобы устраивать теракты и диверсии в России и их интеллектуальная обслуга из числа мерзавцев от литературы, по которым плачет ледоруб нового Рамона Меркадера. Рамон Меркадер это человек, который в свое время убил Троцкого. И, кстати говоря, в день этого убийства Троцкого, кстати, травили и Навального в России, отравили по заданию Путина ему трусы, гульфиковую часть в день убийства Троцкого. В чью сторону это все направлено? Вы себе не поверите, это практически все писатели, которые российские, ну самые тиражные, скажем так, самые известные, потому что абсолютное большинство из них выехало из России и, соответственно, осуждает войну. В частности, недавно российские пранкеры буквально дни три назад позвонили российской писательнице Людмиле Улицкой, которая по тиражам там, по-моему, первая в России. И выбили из нее признание, что она гонорар отправляет в Украину в поддержку вооруженных сил Украины. Сорокин, еще один российский писатель, тоже очень тиражный, практически самый тиражный современный. Он в свое время заявил, что победа Украины приведет к крушению всей пирамиды власти России, всей путинской системы. Он описывал Путина как параноидального лидера, но, мол, недооценил масштабы его безумия. И что он превращает в Руни все, к чему прикасается. Вот, в частности, как Сорокин говорил. Он утверждает, что поднял Россию с колен, но на самом деле просто уничтожил ее. Ну, и один из самых таких, можно сказать, дерзких или самых открытых, откровенных, это писатель Акунин, опять-таки супертиражный. То есть, вот эти три, можно сказать, это три этих человека. Это, наверное, половина всех тиражей вообще, которые в России издаются. А, еще Пелевин тоже что-то сказал против агрессии. То есть, Пелевин и вот эти трое, это, можно сказать, по тиражам, наверное, половина всей российской литературы современной, если не больше. Ну, и другие тоже. Акунин говорил, рассказывал россиянам, как это подло нападать на соседей ночью без объявления войны, лгать обучениях, разрушать города, провозглашать на телеканале, что Россия должна уничтожить врагов, просто чтобы доказать свой героический образ и так далее. Таким образом, откуда это все, вот эти вот угрозы? Потому что в царское время, честно говоря, для ледорубов редко доходило, хотя доходило. В частности, начиналось это все с Радищева, которого приговорили за его книжечку, в которой он описывал, как русские бары. В 60, как там сказано, ну, короче, 60 сельских девушек, они, так сказать, их портили, эти бары. Об этом он написал книжечку, этот Радищева, о всех страданиях российских простолюдинов, рабов, по сути, в России. И царица Екатерина II сказала, что он хуже, хуже революционеров французских, и что его нужно, соответственно, отрубить ему голову. Ну, потом, типа, помиловала, все-таки помиловала, да, в те времена. И вот сейчас я вам расскажу о том, почему практически все, не только современные, но и прошлые серьезные писатели были русофобами. И, по сути, с точки зрения современности, ну, современных этих раскладов. Это, честно говоря, достаточно такой убедительный перечень. Ну, я уже не говорю о Пушкине, да, о Пушкине, который как-то заявил, что «Я, конечно, презираю отечество мое с ног, с головы до ног», Александр Сергеевич Пушкин. «Лермонтов, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ и вымундиры голубые». То есть, гобня тогдашняя. «И ты им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». О Гоголе, основателе русской прозовой литературы, я уже рассказывал, что он рассказывал о России, что жить в России – это быть презренным от презренных, что когда он выезжает из России, он очень радуется. Кстати говоря, и композитор Глинка, автор, да, автор гимнов российских, он когда выезжал из России, всю одежду себя сбрасывал и сжигал на радостях и сказал, что такое, и плевал в сторону России вообще. А был еще Достоевский, которого читают на Западе хорошо, что он сказал о России, что русских не любят в Европе, потому что обвиняют почти поголовно в том, что смотрят на русских многие европейцы насмешливо и видят в нас, скорее, варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить. Разрушить лишь для разрушения, для удовольствия лишь поглядеть, как все это развалится, подобно орде дикарей, подобно гунам, готовым нахлынуть на Древний Рим и разрушить святыню, даже без всякого понятия о том, какую драгоценность они истребляют. Этот же Тургенев, кстати, уже другой писатель русский Иван Тургенев говорил, что есть одна общая всем дорога и неминуемая, это цивилизация, и что все попытки русизма, то есть русского мира и самостоятельности, это свинство и глупость, говорил Тургенев. Записки Охотника он, собственно говоря, публиковал из-за границы, да, писал за границей. Я не мог писал Тургенев, русский писатель фактически. Середина 19 века самый выдающийся. Дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел, мне необходимо было удалиться от моего врага за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. Короче, его обвинили в работе на англосаксов. Был привлечен к процессу 32 по делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами. Представьте себе. И когда его вызвали в Сенат, типа приезжая сюда в Россию, он сказал, да нет, вы присылайте мне документы в Париж. При том, что он был такой достаточно богатенький, и его мать встречала, выстроив несколько тысяч русских рабов, чтобы они его аплодисментами встречали. Вот ему это очень не понравилось. Он такой интересный человек этот был Тургенев. Чехов, что он писал? Еще один, практически, можно сказать, один из моих любимых писателей русской литературы, что Россия это громадная равнина, по которой носится страшный человек. Странное существо русский человек, в нем как в решете ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после 30 лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить по-человечески, надо же работать. Работать с любовью, с верой, а у нас не умеет этого. Вся Россия, страна каких-то жадных и ленивых людей, они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Психология у них собачья. Бьют их, они тихонько воют и прячутся по своим конурам. Ласкают, они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками. А вот Белинский тоже, это не совсем писатель, но очень такой литератор, скажем, критик, да, очень такой яркий. Что он писал о России? Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек. Страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками. Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками. Страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. А вот Лев Толстой, я вот так, это самые, ну, самые большие, самые крупные российские писатели. Что он писал Лев Толстой о России? Противно России, я просто ее не люблю. В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине. Рабочие русские не хотят работать хорошо, рабочий наш только одно знает напиться, как свинья пьяный, испортит все, что вы ему дадите. Лошадея поит, сбрую хорошую оборвет, колесо шипованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать, ему тошно видеть все, что не по его. О Петре Первом тоже он писал много. Кстати говоря, вот эти все люди, они практически все были репрессированы в той или иной степени. Ну, Тургенева просто в ссылочке немножко побыл и под надзором. А Достоевского чуть не расстреляли, просто за то, что он там какие-то студенческие стишки рассказывал. То есть вывели 10 минут, постоял он, огласили расстрел, да, 10 минут он постоял, после этого немножко поехал к крыше, так сказать. А вот Лев Толстой, его же отлучили от церкви, а Петре Первому он вообще там очень ярко писал. Да, я уже много раз цитировал, не буду еще раз. А вот Алексей Толстой, кстати говоря, очень интересный автор. Интересный, кстати, и тем, что он внук украинского Гетмана Разумовского. И вот что он пишет, Алексей Толстой. И когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали. Он просто не понимал в то время, что история Руси киевская, история Москвы это совершенно диаметрально разные вещи. А вот он понимал немножко по-другому. Есть две Руси. Первая, киевская, имеет свои корни в мировой, а по крайней мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть еще другая Русь. Московская. Эта Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта Московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского. и яростным врагом Европы. Я не горжусь, что я русский. Я покоряюсь этому положению. И был еще такой один очень интересный писатель Петр Чадаев, тоже 19 век. В России сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть. Такая печальная история нашей юности. Периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которая ничто не ожидаяло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемые нами пространства. Вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника. Мы ничего не дали миру, ничему не научили его. Мы продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для последующих поколений. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. Исторический опыт для нас не существует, поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Кстати говоря, очень хороший взгляд на эволюцию, на то, как Россия прогуляла эволюцию. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его. Мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих. Ничем не содействовали прогрессу человеческого разума. И все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей. Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей Родины. Ни одна великая истина не вышла из нашей среды. Мы не дали себе труда ничего выдумывать сами из того, что выдумали другие. И мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь. Петр Чедаев. Но есть еще, можно процитировать, кстати говоря, хорошее цитата горького русского писателя. Уже почти большевистского. Но который еще в 20-х годах отваживался что-то там говорить. Главной чертой российского национального характера является жестокость. И то жестокость садистическая, писал горький пролетарский писатель. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я посмотрел архив одного суда за 1901-1910 годы. И меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека. В русской жестокости чувствуется дьявольная изощренность. Есть нечто тонкое, изысканное. Мы, Русь, анархисты по натуре, мы жестокое зверье. В наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь. Ядовитое наследие татарского и крепостного ига, что тоже правда. Максим Горький о крестьянах и несвоевременные мысли. Поэтому вот такая вот история с русскими писателями. Почему их преследуют сейчас? Потому что у царя был хоть какой-то в Москве. Ему было стыдно вот это бегать и травить трусы. В России сейчас такое руководство, которое уже, собственно говоря, им уже ничего не стыдно. Они уже настолько деградировали, что им вообще ничего не стыдно. И вот они плюются в сторону всяческих бабушек и дедушек русских писателей, которые когда-то в будущем уже все забудут о Путине и Медведеве. Но еще кто-то, ну по крайней мере из литературоведов, еще будут знать этих писателей. Что Путин и Медведев, они просто там какие-то политические деятели времен какого-то пелевина условного. Я не знаю, Слава о ком доживет, хотя бы переживет столетия или пару поколений хотя бы даже. Мы сейчас точно сказать не можем, но мы видим, что Россия антиинтеллектуальна как таковая. Она почему антиинтеллектуальна? Вот это очень важный вопрос. Потому что в России всегда фактически экономика ясака. Ясака, то есть Дании. И, грубо говоря, человек ничего не значит. Его мозги ничего не значат. Его литературное творчество это просто языком вылизывать там как соловьё. Или вот эти Михалковы. Поэтому люди с их знаниями, с их какими-то идеями для российского руководства это ничто. Потому что они собрали ясак, пушнину, там нефть, газ, еще чего-нибудь. А это все людишки. Это все такое пустое, как говорится. Поэтому российское руководство предельно антиинтеллектуально. Оно еще не поняло и уже не успеет понять, что интеллект человеческий это огромная ценность для страны. Да, собственно говоря, на страну им плевать. Они живут только сегодняшним днем, как сказано, кстати говоря, у Чагадаева. То есть они думают, что на их век хватит, а там трава не расти. И, соответственно, вот такая вот политика у российской. Потому что иначе могло бы действовать руководство российское настолько безумно, выпилив себя из газового рынка Европы. То есть для своей блажи, для своего сиюминутного шантажа фактически угробив те результаты, которые были достигнуты многими поколениями советских дипломатов. То есть редкое безумие просто. На этих деньгах жила Россия очень долго. Но сейчас уже все тю-тю. Вот такой вот результат. И поэтому русское руководство не терпит совершенно никакой интеллектуальной независимости. Потому что сами в умные, да, типа думают. Ну, а когда в России вот эти пирамиды некомпетентности создаются, когда сверху стоит какой-то плешивый неадекват, да, то снизу должны быть уже полностью неадекваты. И любой человек, который немножко выделяется из этой системы, он им априорный враг. Если он еще чего-то там даже говорит, то это вообще враг-враг-враг. Но при этом этот же Медведев, что интересно, декларирует намерение использовать такую же оппозицию, как он говорит, несистемную, против стран Запада. Вот, в частности, в этом же своем писании в Телеграме. Вот как пишет Медведев. Безусловно, новые политики в Европе гораздо более адекватны и мотивированы, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Ну, то есть фриков всяких нанимают. Это пока еще и регулярная оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостану, центричного мироустройства. И наша задача всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им Apertum et secretum, то есть на латыни что-то там ему помощники нашли слова, достичь достойных результатов на выборах. Глядишь, кто-то из них и превратится из несистемных оппозиционеров в новую часть политического истеблишмента. А их приход к государственному управлению способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Именно поэтому их так боятся хитрожопые интеллектуальные кастраты, пишет Медведев или кто-то от него. Возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные слюнтяи, сегодня стоящие у руля многих западных стран. Ну вот, если подсмотреть на Медведева, слова кастраты и слова слюнтяи, это же просто, это же автобиография. И недаром боятся, дальше пишет Медведев, ведь еще Лао Цзы сказал, что гибкое и слабое одолевает твердое и сильное. Вот, собственно говоря, ответ, почему Россия атакует русских писателей, которые могли бы теоретически что-то там продвигать, какую-то повестку дня, но Россия сделала их врагами. А они просто не могут иначе, эти писатели, потому что если человек действительно что-то собой представляет, он уже не хочет быть таким лакеем, как российские вот эти лизоблюда. Он уже, если он думает о том, что он что-то представляет, если он действительно что-то представляет, он уже не может так гнуться, как российские эти все деятели нынешние, которые просто отрабатывают свою плошечку с похлебочкой. Вот, поэтому, еще раз, Россия априорный враг интеллектуализма, это значит, что путь ее все время вниз. И это абсолютно очевидно на сегодняшний день. Если вы посмотрите, что было Россия, например, 30 лет назад и что были страны вокруг нее сейчас, и вы увидите нынешнее состояние, вы поймете, что Россия, вектор ее вниз, причем, как говорится, как писал один из российских писателей, стремительным домкратом, падает стремительным домкратом вниз. И посмотрите, ну для примера, я уже не говорю там, в Южной Корее, уже масса стран вообще, Вьетнам уже, посмотрите, как он развивается, Индонезия, там я не знаю, что угодно. Вот эти страны Большого Юга, так называемые, они действительно идут вперед и сравнить их положение 30 лет назад. И современное, абсолютно понятно для всех, что Россия тонет. Вот, тонет она все это время при Путине, и он только фактически, как говорит Сорокин, да, или кто, или Пелевин, что он только усиливает и превращает во что-то, какую-то субстанцию злобонную, все к чему прикасается Путин. Вот, собственно говоря, и все. Очень просто. Просто раньше, в старые времена, при царе, царю было стыдно заниматься вот такими вот вещами. То есть, если они карали, то карали хотя бы официально, а не там так, как российское руководство. То есть, ложь, это лживость, она фактически доводит российское руководство до безумия. Если вы посмотрите, оно реально уже ополумивает. Это видно и по Путину, и по всем его задвигунам таким. То есть, конкретно у него крышу сносит, у Медведева уже давно снесло. Говорят, что вина алкоголь, но, наверное, причины глубже, а алкоголь уже следствие. То есть, вот эта лживость российская и неспособность назвать вещи своими именами, попытка все переврать, она приводит к таким жалким результатам. Ну, а мы помогаем украинской армии для того, чтобы остановить российско-фашистских захватчиков, изгнать их из территории Украины. И сейчас мы помогаем 77-й бригадой на восстановление вооруженной техники, которая немножко была повреждена на Бахмутском направлении. С Богом, друзья! До Парамоя!